В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. Губернатор Дмитрий Овсянников принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Мероприятие провели в Москве у вице-премьера правительства России Дмитрия Казака. Участники обсудили ход реализации проектов федеральной целевой программы по развитию регионов. Дмитрий Овсянников также провел рабочие встречи в администрации президента России. А в Севастополе собираются изменить систему поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Связано это прежде всего с ростом их количества в городе. Перспективы развития НКО обсудили в ходе заседания круглого стола в общественной палате. Как будут поддерживать в сюжете Святослава Данилова. Сейчас в Севастополе порядка 900 некоммерческих организаций. Их становится с каждым годом больше. Поддержку НКО контролируют на высшем уровне. Принятие законопроектов, направленных на улучшение деятельности таких организаций, президент России Владимир Путин называет одним из приоритетов государства. Многие из созданных некоммерческих организаций испытывают трудности в осуществлении своих деятельностей. В основном, конечно, в трудности в привлечении ресурсов на реализацию своих проектов. А проекты есть. К нам регулярно обращаются различные общественные организации, в том числе новые, которые ранее, например, с нами не взаимодействовали. Низкое качество проработки проектов, излишняя бюрократизация процесса участия в конкурсе – одна из основных проблем для некоммерческих организаций, считают участники «Круглого стола». Мы подсчитали, что за конкурс в департамент приходит около 10 тысяч страниц отчетности со всех организаций. И эти 10 тысяч страниц отчетности изучаются, проверяются. По мнению участников «Круглого стола», некоммерческим организациям не хватает конкуренции в представлении своих проектов. Участники программы должны бороться за право реализации. На протяжении двух лет практически все заявленные на конкурс проекты получают поддержку. С одной стороны, это можно выделить как положительную практику, что все, кто подается на конкурс, те получают поддержку. Но с другой стороны, это говорит о том, что фактически конкуренция между некоммерческими организациями отсутствует. Без поддержки власти результата не будет, уверены общественники. Для некоммерческих организаций важно не только предложить проект. Нужно понимать, будет ли он нужен и полезен людям. Сегодня назрела необходимость, чтобы профильные департаменты правительства города Севастополя обратили внимание на некоммерческие организации города Севастополя. И необходимо наладить такой диалог и встречаться с представителями некоммерческих организаций именно для формирования социального заказа. К поддержке НКО необходимо привлекать не только средства городского бюджета, но и внебюджетные источники. Кроме того, нужно создать новую систему грантовой поддержки. Это даст возможность участвовать в жизни НКО городской общественности. Именно для этого председателем конкурсной комиссии по рассмотрению проектов некоммерческих организаций впервые назначен руководитель общественной палаты. По словам Юрия Суркова, поддержку НКО увеличивают ежегодно. В этом году финансирование из городского бюджета составило уже более 21 миллиона рублей. Это почти на 10% больше, чем в 2017-м. Святослав Данилов, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Прием заявок на конкурс «Доброволец России-2018» продолжается. Мероприятия проведут в нашей стране уже в восьмой раз. Участников конкурса ожидают 12 обновленных номинаций, программа развития и обучения авторов самых успешных проектов, а также дипломы и памятные призы для победителей. Подать заявку можно на официальном портале «Добровольцы России» до 15 августа. Уточним, участвовать во дворе могут граждане от 8 лет. Итоги конкурса подведут 5 декабря на Всероссийском форуме волонтеров. Напомним, Владимир Путин объявил 2018 годом добровольца. А в нашем городе с начала года на средства ФЦП построили три новых дошкольных учреждения. До конца 2018-го планируется завершить строительство еще нескольких общепрозвательных учреждений. Кроме этого, в городе разрабатывают проекты уже новых учебных объектов. Вчера прошли публичные слушания по проектированию новой школы и детского сада в Ленинском районе. Подробности у Катарины Вербицкой. Десятки севастопольцев и представители общественных организаций пришли обсудить проектирование новых образовательных учреждений. Публичные слушания состоялись в зале Севастопольского центра культуры и искусств. На дискуссии рассмотрели вопросы развития и застройки района, а также об устройстве транспортной инфраструктуры. За школами придет и спортивное ядро, придут инженерные коммуникации, водоснабжение, канализование, электроснабжение. Все то, что так необходимо для развития этой территории. Участок под новый общеобразовательный комплекс расположен в Ленинском районе рядом с улицей Верещагина. Здесь планируют возвести трехэтажное здание новой школы на 700 учебных мест. Кроме того, на прилегающей территории обустроят спортивную площадку и зону отдыха. Сейчас рядом с предполагаемым местом застройки находятся десятки жилых домов. Поэтому строительство новой школы здесь стратегически необходимо. Соседние школы перегружены, дети учатся в две смены. И введение в эксплуатацию данных объектов позволит разгрузить и снять нагрузку и на детей, и обеспечить им нормальный, комфортный образовательный процесс. Только вот мнения севастопольцев на этот счет разошлись. Часть присутствующих предложила отдать под застройку совершенно другую территорию. Здесь на улице Орехева есть прекрасный свободный кусок, необусловленный, никому никогда не выделялся. Покроет нужды Максимке, перспективы нашей. Пожалуйста, делайте здесь школу. Однако участок под строительство школы в Ленинском районе был определен после исследования района. Многие жители ждали этой школы больше 10 лет. Кроме школы, на слушаниях обсудили и проект нового детского сада на 200 мест. Его планируют построить в районе балки Сарандинаки, рядом с улицей Хрусталева и проспектом генерала Острякова. На территории садика также предусмотрены спортивные и игровые площадки. Проектирование будет закончено в конце июля. Мы готовы выйти на архитектурный совет повторно. Мы готовы выйти на государственную экспертизу, для того, чтобы завершить ее к началу октября. И в последующем начинать мероприятие по отбору подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ. На подготовку и возведение двух объектов выделено 1 миллиард рублей. Построить учебные заведения планируют к 1 сентября 2020 года. Кроме того, рядом с школой планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс и центр дополнительного образования. О планах развития инфраструктуры Ленинского района узнали. Катарина Вербицкая и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. Представители управления Федеральной налоговой службы в Севастополе рассказали об особенностях имущественных сборов. 75 тысяч жителей нашего города получат уведомления об уплате транспортного налога. Это на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Общая сумма 176 миллионов рублей. Налог на землю в 2018 начислили за три периода. С учетом того, что значительное количество участков расположены в садовых товариществах, сумма будет небольшой и составит от 100 до 200 рублей за весь период. Всего от 35 тысяч налогоплательщиков получат около 15 миллионов рублей. А налог на имущество жители Севастополя впервые уплатят в 2021 году после проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Те жители города Севастополя, которые имеют объекты недвижимого имущества на территории других субъектов Российской Федерации, то есть, допустим, там квартиру, дом купили, да, земельный участок или другой объект капитального строительства. Для них исчисление налога на имущество производится по ставкам субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся объекты налогообложения. И эта сумма налога, она включена в сводные налоговые уведомления, которые жители получат в этом году. В Севастополе выявлено около 1400 незаконных нестационарных объектов. На их снос в этом году выделили почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. 5 июля он проверил ход работ по сносу объектов возле пляжа Учкуевка. За этим процессом удалось понаблюдать и нашему корреспонденту Святославу Данилову. В нескольких метрах от береговой линии пляжа Учкуевка эти НТО установили еще в 2014 году. Больше 10 объектов занимали площадь 300 квадратных метров. Но ни владельцы НТО, ни их предназначения установить не удалось. Зато известно, установили эти объекты самовольно. Никаких документов здесь представлено не было. Мало того, если посмотреть на кадастровую карту, здесь хорошо видно, что парк Учкуевка, который будет реконструирован, вплотную примыкает к оператору пляжа Учкуевка. Соответственно, здесь достаточно большая площадь была занята нестационарными объектами, которые, судя по ним, были собраны достаточно давно, но не функционировали. Поэтому здесь идет такой же демонтаж незаконных объектов, как и везде на территории города Севастополя. Сносить эти НТО начали пять дней назад. Что будет на их месте, пока неизвестно. А окончательно очистить территорию и вывезти мусор планируют в течение двух дней. Сложности были. Закрытые двери, не было ключей, так как старый собственник уехал, и доступа не было. Пришлось вырезать их, залазить через крышу, вырезать их. А так в основном все нормально. Процедура стандартная. Решение о законности или незаконности объектов принимает профильная комиссия при Главном управлении потребительского рынка и лицензирования. В случае отрицательного для владельцев решения, их об этом уведомляют. Далее у предпринимателей есть 10 дней для того, чтобы предоставить правоустанавливающие документы. Если этого не происходит, владелец должен убрать объект своими силами. Собственник не определен этих конструкций. Мы неоднократно уведомляли. И, соответственно, даже сейчас собственник этих конструкций не объявился, не появился. Поэтому за счет контрактной подрядной организации проводим демонтаж. Летний сезон – это пора, когда особого контроля требует пляжная зона. Вадим Кирпичников отметил, рядом с зонами отдыха нестационарные объекты торговли могут появляться очень быстро. Поэтому работы у подрядчиков хватит как здесь, в районе Учкуевки, так и на других городских пляжах. И результаты уже заметны. Сейчас с пляжей, в первую очередь с больших городских пляжей, с Парка Победы, с Омеги, вывезено около 27 объектов. Мы идем по крупным. Смотрите, по Омеге мы практически все незаконные демонтировали, которые находятся вне даже представленной схемы. По Победе тоже. По Любимовке демонтаж был как раз на прошлой неделе. Я тоже там присутствовал. Там, по сути, небольшой стихийный рынок вырос. Вот сейчас Учкуевка. В 2018 году в Севастополе были демонтированы 360 незаконных объектов. Из них 250 – выносные точки. По словам Вадима Кирпичникова, правительство уделяет особое внимание сносу объектов лоточной торговли. Владельцы еще около тысячи объектов уведомлены о сносе. Сколько предпринимателей докажут законность местонахождения НТО, покажет время. А затем, как от незаконных объектов торговли очищается город, следят Святослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Сегодня часть Балаклавы останется без воды. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия «Водоканал». Не будет воды с 9 до 19 часов по улицам Калича, Кирова, Башенная, 7 ноября, Крестовского и на набережной Назукино. Отключения связаны с ремонтными работами. О происшествиях. Виновника смертельного ДТП в селе Верхнесадовом осудили на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Нахимовского районного суда. Напомним, в октябре прошлого года водитель муковоза сбил двоих школьников на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из мальчиков погиб, второй получил травмы. При этом виновник ДТП был под действием наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу. Перейдем к другим темам. Члены русской общины города и все, кто принимал участие в митинге, отпраздновали 10 лет с тех пор, как не дали украинским военным установить на Графской пристани табличку, которая прославляет украинский флот. Военнослужащие Вооруженных сил Украины хотели разместить памятный знак в честь 90-летия поднятия украинских флагов на кораблях. Общественники Графскую пристань тогда отстояли. О событиях тех дней и силе духа севастопольцев Юлия Ефремова подробнее. Надежда Мухина книг никогда не писала, но тут решилась. Город должен знать и помнить достоверно, как севастопольцы боролись за возвращение своего города в Россию. 26 событийных историй, каждое воспоминание очевидца. Фотографии здесь начиная с 2005 года, который я так могла кое-где найти и сохранить. И почти что по 14. Ну у нас здесь все, понимаете, как открывались памятники Екатерине. У нас здесь был севастопольский ритуал, который длился ровно 10 лет. И мы 10 лет каждое воскресенье выходили с российскими знаменами, со знаменем Севастополя, с Андреевским флагом. Вся борьба за русский Севастополь. Как мы на 9 мая выходили, как нас не пускали с нашими знаменами. Отдельную главу посвятила Надежда Амухиной борьбе за графскую пристань. В 2008 году здесь происходило настоящее противостояние русского народа и украинских военнослужащих. Местные жители рискнули жизнями и не дали установить табличку в честь 90-летия со дня поднятия на кораблях Черноморского флота украинских флагов. Прошло 10 лет, а на этом месте все так же собираются участники событий и делятся воспоминаниями. Мне вот выбили этот микрофон, дали по зубам, причем не просто какой-то матросик, а как его называли, я не знаю, командующие этих ВМС Украины. Утопили мы сюда. Ну, в общем, драка была настоящая, драка была сильной. В боевых действиях участвовало 108 человек по медалям. Потому что мы смотрели видео и по медалям я выдала за боевые действия, те, кто дрался. А те, кто не дрался, я не знаю. Народу было очень много. Графскую пристань тогда отвоевали, табличку сорвали и утопили в море. За то, что севастопольцы отстаивали свой город, на наиболее активных участников завели уголовные дела. Суды завершились только тогда, когда Севастополь вернулся в состав России. Теперь эти истории рассказывают с улыбками на лицах и гордостью за свою смелость. Тут стоит Елена Самойлова. Она была с маленьким Яриком. Он сейчас такой мальчик. Она была с ним на руках. Ему пять лет, Ярику. А рукой хваталась и отдирала у военных Украины эти заграждения. Шли как-то, действительно, наверное, так совпало, что это день рождения Павла Степановича. Мы никто не оборачивались друг на друга. Традиционно в этот же день участники событий возлагают к подножию памятника Павла Нахимова цветы. Так поздравляют адмирала с днем рождения. Так сохраняют эту традицию для будущих поколений. Юлия Ефремова, Деливир Меджитов, информационный канал Севастополя. Отмечают сегодня и Всемирный день поцелуя. Праздник впервые провели в Великобритании в конце 19 века. Немецкие медики утверждают, что поцелуи продлевают жизнь в среднем на пять лет и снимают стресс. У праздника есть свои рекордсмены. Житель Миннесоты поцеловал более 8 тысяч человек за 8 часов в 1990 году. А продлевает жизнь и спорт. О нем поговорим прямо сейчас. Рядом со мной находится мой коллега Михаил Кумбров. Михаил, здравствуйте. Какие новости? Добрый день, Светлана. Сейчас обо всем по порядку. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Владимир Путин встретился в Кремле со знаменитыми футболистами из разных стран. Президент России обсудил с легендами FIFA Мундиаль в 2018 и дальнейшие перспективы использования инфраструктуры, которая останется после чемпионата мира. Лидер государства поблагодарил легендарных футболистов за популяризацию футбола и выразил надежду на то, что они и болельщики приедут в Россию вновь. А по словам Владимира Путина, непредсказуемо сделает футбол замечательной и интересной игрой, в которую влюблены миллионы людей на всей планете. А в это время в соседнем государстве происходят удивительные вещи. На Украине можно лишиться работы за активную поддержку сборной России. Так, на днях голкипер футбольного клуба «Карпат» из украинской премьер-лиги Михаил Готра был уволен из команды. Причина – болел за нашу сборную и против Испании. Вратарь сделал несколько публикаций в Инстаграме и уже на следующий день руководство клуба расторгло с ним контракт в одностороннем порядке. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал это решение. Об этом говорится на странице чиновников в Фейсбуке. «Правильное решение руководства «Карпат»» – цитата Жданова. Михаил намерен подать иск против клуба за несправедливое увольнение. Отметим, что несколько российских футбольных клубов заинтересовались 18-летним вратарем. Кстати, сборная Украины не смогла пробиться на Мундиаль. Команда в отборочной группе заняла третье место. А вот сборная Бразилии – неизменный участник всех чемпионатов мира. Не утихают разговоры вокруг нападающего сборной Неймара. Игрок поразил мировую футбольную общественность своим поведением. Неймар настолько часто падал на газон, что издание «РТС Спорт» даже подвело статистику. В общей сложности нападающий пролежал на поле почти 14 минут в четырех матчах турнира. Это породило в интернете большое количество мемов. Одно из шуточных видео сняли футболисты питерского «Зенита». На нем игрок получает передачу от своего голкипера и, едва коснувшись мяча, валится на газон. Справедливости ради стоит отметить, что против Неймара на этом турнире соперники совершили больше всего нарушений – 23. Кроме того, сам футболист отметился двумя забитыми мячами и отдал голевую передачу. Несмотря на всеобщее негодование, нападающего поддержал его соотечественник, чемпион мира 2002 года, обладатель золотого мяча Ревалда. «Если для победы нужно упасть и потянуть время, делай это», – написал бывший футболист сборной Бразилии в своем инстаграме. Напомним, петокампионы сегодня сойдутся в 1-4 против Бельгии. К новостям нашей сборной. По информации портала чемпионатком, Министерство спорта России выплатит каждому футболисту национальной команды премии по 224 тысячи рублей. Вознаграждение предусмотрено распоряжением правительства государства за победу на чемпионате мира 2018. В случае, если наши игроки займут одно из призовых мест, то также получат премиальные 112 тысяч рублей за второе место и 67 тысяч за третье. В настоящий момент футболисты и тренерский штаб проводят подготовку к черте финальному матчу на учебной базе в Новогорске. Ранее травмированные игроки уже присоединились к тренировкам. Алан Загоев занимается в общей группе, а Юрий Жирков пока индивидуально. И на поле против хорватов не выйдет. Напомним, наша сборная в 1-4 сыграет против сборной хорватии в Сочи. Матч состоится 7 июля в 21.00. Синоптики обещают небольшой дождь с грозой, но это природное явление не помешало нашим футболистам одолеть Испанию. А какая погода ждет нас сегодня в Севастополе, Светлана? Спасибо, Михаил. Сегодня в Севастополе малооблачно без осадков, температура воздуха до плюс 28. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура морской воды плюс 24, плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Телефон редакции 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодиева и Михаил Кумбров. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова